Это настоящий аттракцион, просто доисторический. Самому захотелось посетить какой-нибудь парк? Ну, мы можем парк попосить гораздо позже, а сейчас нам стоит пройти к нашим гостям, которые нас ждут. Конечно, тем более, что есть что обсудить по этому поводу. Да, потому как раз таки о парках, раз уж ты заговорил, мы с ними и поговорим. Но не о зеленых, не там, где насаждение, а о парках развлечения. Ну, само собой. Вообще, насколько безопасно сейчас развлекаться, да, особенно на полуострове, к чему это может привести, а главное, как все отследить, понять, работает, не работает. Мне кажется, это очень сложно. А нам, наверное, в этом подробнее расскажут. Доброе утро. Наталья Данечкина, заместитель главного государственного инженера и инспектора Республики Крым, и Кирилл Белунко, заведующим отделом регистрации надзора за техническим состоянием и соблюдением правил актурации аттракционной техники. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот безопасно ли сейчас идти и кататься на аттракционах в большинстве разных городов? Как вообще инспектируют наши инспекторы? И что выявляют? Все хорошо или не очень? Ну, следует начать с того, что инспекция гостехнадзора РК, уполномоченный орган осуществления регионального надзора за соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники, то есть в это понятие включаются такие составляющие, как выдача ежегодного талона разрешения на эксплуатацию, то есть эксплуатант аттракционной техники перед началом эксплуатации обязан зарегистрировать ее в инспекции, получить талон разрешения. Перед тем, как инспекция гостехнадзора выдаст талон разрешения на эксплуатацию, она осуществляет такие мероприятия, как осмотр аттракционной техники, проверяет всю документацию наличествующую, то есть о техническом состоянии имеются ли операторы, обученные на аттракционную технику, есть ли средства медицинской помощи, оказание первое. То есть, ну как бы, если переходить к ситуации в общем в Крыму, то есть она, так сказать, неоднородна. Где-то есть проблемные вопросы, где-то... Ну вот в каких регионах самое большое количество проблемных вопросов? Ну проблемные вопросы все-таки, наверное, морские территории, приморские. Это ЮБК, либо... И больше туристов, стало быть, больше аттракционов пытаются разместить правильно. Ну и как все-таки сделать так, чтобы, если уже и размещали, то вот прям максимально все было сертифицировано, чтобы максимально все было по документам технически приспособлено, потому что, может быть, надо большее количество людей привлекать. Ну, мы со своей стороны регулярно проводим мероприятия такие, как превентивные, то есть на предупреждение, то есть разъяснительный характер, проводим рейдовые мероприятия, общаемся непосредственно. Если выявляются угрозы, то мы реагируем в части составления протоколов административных, то есть выдаем предписание на устранение. Ну, а также, конечно, большая была бы помощь нам, непосредственно от людей, которые их занимают. Ну, то есть если не видят нарушения, чтобы они сообщали нам инспекцию, конечно. И хотелось бы уточнить, что вот с начала года у нас проверено, да, в рамках предоставляя госуслуги 600 единиц аттракционной техники. То есть, естественно, весь самый главный поток выявляется у нас в курортный сезон, когда туристы приезжают, как вы сказали уже, да. Цифра большая. Вот сразу в связи с этим вопрос из области инженерного ремесла. Как часто пытаются жульничать? Ну, знаете, там, возможно, детали неправильные, возможно, пытаются скрыть поломку, да? Вообще, встречаются ли недобросовестные эксплуататоры? Ну, сказать о технической составляющей нам тяжело, так как мы документацию. То есть здесь есть экспертные организации, которые проводят... Ну, цифры, они там часто себе другие рисуют. Ну, значит, они, да, они мало того, что где-то что-то меняют, они еще и цифры, да, могут, получается. Ну, на сегодняшний день не выявлялось такого. Все хорошо, все везде соответствует. Ну, как вам сказать, все что хорошо, сказать, что все 100% хорошо, так нельзя сказать, но... Ну, по сравнению с прошлым годом ситуация в лучшую сторону изменилась или в худшую? Опять же, стационарная аттракционная техника такая, которая располагается в парках, в торговых центрах, там, где она круглый год стоит. Нам ее, во-первых, проще выявить, проще надзор осуществлять за такой аттракционной техникой. То есть там ситуация более или менее нормальная. А если уже брать курортный сезон побережья, пляжи, которые там, условно говоря, тот же батут, он может разместиться в считанные минуты и не всегда проследишь за этим. Да, согласна. А вот я как раз хотел спросить про так называемые стихийные аттракционы, да, что действительно встречается такая проблема, что предприниматели просто разворачивают где-то батут, возможно, я не знаю, комнату с шариками детскую, и просто, когда едут специалисты, чтобы проверить или, возможно, поговорить, да, его сдувают и быстренько на другую сторону. Да, к сожалению, есть такая проблема у нас, да. Ими как правильно? Не пользоваться вообще, да, то есть не поощрять такую деятельность со стороны граждан? Конечно, да. Хотелось бы призывать граждан, которые пользуются аттракционной техникой, чтобы они перед началом все-таки требовали у эксплуатанта наличие талона разрешения на эксплуатацию. То есть это является гарантией того, что аттракцион проверен, что имеется документация соответствующая, что обученный персонал его обслуживает. Ну и давайте, наверное, объясним гражданам, которые берут, разворачивают такую деятельность незаконную, без соответствующих документов, чем это для них чревато, какими денежными суммами? Ну, в соответствии с республиканским законом об административных правонарушениях на нерадивых эксплуатантов, то есть на физических лиц, на индивидуальных предпринимателях это от 10 до 20 тысяч штраф. Это одинакт, да, вот один протокол? Да, да, да. И на юрлицо от 40 до 50 тысяч. То есть раз пришли, второй день пришли, третий день пришли к инспектору и уже работаешь себе в минус, а потом разворачивать не захочется такие батуты. Да, но мы тем временем будем надеяться, что в первую очередь граждан, которые используют такие вот, да, скажем так, опасные аттракционы, будут устанавливать ответственность общественная и гражданская, а не страшный штраф, потому что если ты не хочешь навредить своему ближнему, то я думаю, тебя не нужно пугать. У всех есть действия, как я иногда говорю. Да, совершенно верно, поэтому большое спасибо. У нас была Наталья Данечкина, заместитель главного государственного инженера, инспектора Республики Крым, и Кирилл Белунко, заведующий отделом регистрации надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. А я хочу сказать, что если попробуете попрыгать на, скажем так, батуте, который не прошел проверку, то легко можете стать героем нашей следующей рубрики. Но это если ситуация закончится комично, конечно. Поэтому будьте внимательны, а лучше просто сами посмотрите и убедитесь.